Суперлинкоры в новом типе боёв, изменение штурмовиков и отключение урона по союзникам. А ещё ветка новых немецких эсминцев теперь доступна для исследования всем игрокам. Все подробности сразу после заставки. Командир, генеральное сражение ждёт тебя! Это новый временный тип боя, главными героями которого станут два суперлинкора. Итак, встречай, Сацума! Проект линкора, основой для создания которого стал легендарный Ямато. Вот только калибр орудий у Сацумы от другого тяжеловеса игры — линкора Сикисима. Артиллерия японского линкора представлена четырьмя двухорудийными башнями с пушками калибра 510 мм. Второй суперлинкор, продолжая традиции немецкой школы кораблестроения, считается прямым наследником знаменитого «Гроссер Курфюрста». Имя ему — «Ганновер». 32 пушки калибра 128 мм, расположенных в 16 башнях универсальной зенитной артиллерии. Такой арсенал одновременно хорош и против вражеской авиации, и в качестве ПМК. Основную же ударную силу линкора представляют восемь орудий калибра 483 мм. Впечатляет, не правда ли? Для двух суперлинкоров добавлена новая механика — пристрелка. Она сделает твой игровой опыт ещё интереснее и разнообразнее. Снаряды орудий каждой башни, попавшие по захваченной цели или возле неё, пополняют шкалу пристрелки. Как только она заполнится полностью, то активируется временный бонус, улучшающий характеристики суперлинкора. Сатсума получает бонус к точности главного калибра, у «Ганновера» на время будут улучшены характеристики ПМК. Если ваш корабль долгое время не стреляет, то прогресс по шкале пристрелки сбрасывается. Как же встать за виртуальный штурвал одного из суперлинкоров? И как испытать в бою всю мощь вооружения и новую механику? Ответы на эти вопросы прямо сейчас! Как мы уже сказали, суперлинкоры станут частью события «Генеральное сражение». Это новый тип боя, в котором команды в формате 9 на 9 сражаются на кораблях 9 и 10 уровня, включая и суперлинкоры. Из ограничений — не более трёх суперлинкоров на команду. Теперь самое главное — «Ганновер» и «Сатсуму» ты получишь в аренду в версии 0.10.5. Вот только для выхода на них в бой тебе будет нужен временный ресурс — отчёты разведки. Для первого боя на суперлинкоре отчёты тебе будут начислены, а вот для следующих боёв их нужно заработать, играя в «Генеральном сражении» на «Девятках» и «Десятках». Участвуй в новом событии и получи расходуемые камуфляжи, ослепляющие флаг «Генеральное сражение», нашивку и несколько памятных достижений. СЭП-31, Гюстав Юлиус Меркер, Феликс Шульц и «Десятка» Эльбинг. Новые эсминцы Германии в версии 0.10.5 становятся доступны для исследования. Мощные бронебойные снаряды калибра 150 мм, приличная по меркам класса бронирования и высокая точность орудий. Эти немецкие новички придутся по вкусу даже самому искушённому командиру эсминцев. Не веришь? Убедись в этом самостоятельно в обновлении 0.10.5. Внимание, внимание! Важная информация! В версии 0.10.5 будет отключён урон по союзникам. Отныне товарищ по команде не сможет нанести урон и потопить твой корабль. Отключено и предупреждение о союзных торпедах. Они хоть и попадают в корабль, но не наносят урон. Но это вовсе не означает, что теперь можно безнаказанно торпедировать союзника или вести по нему огонь. За такие действия по-прежнему можно получить наказание за неспортивное поведение. Если на этом нарушитель не остановится, то наказания будут строже в виде обратного урона по боеспособности, а в дальнейшем и отправки в кооперативные бои в воспитательных целях. Кстати, если игрок получил предупреждение о неспортивном поведении, то за такой бой он не получит награды в виде кредитов и опыта. В этой версии изменения получила и палубная авиация, а точнее — все штурмовики в игре. В 0.15 мы обновили механику пуска ракет-штурмовиков. Теперь перед атакой самолёты стреляют из мелкокалиберных пулемётов. Они не наносят урон, но зато точно указывают на места попадания ракет. В этот момент сменить курс штурмовиков уже нельзя. Это изменение в первую очередь даст шанс уклониться манёвренным кораблям и избежать попадания ракет. Перейдём к другим новостям версии 0.15. Тут хочется отметить изменения, которые коснулись символов Морского Братства. Теперь этот ресурс называется «Жетоны Единства». Отныне их можно заработать не только приглашая новых игроков, но и за разные активности. Например, за участие в общем тесте или за просмотры стримов. «Жетоны Единства» ты сможешь обменять в Адмиралтействе на корабли, камуфляжи, памятные флаги и многое другое. Я рассказала о главных новинках версии 0.10.5, более подробную информацию о которой ты сможешь найти традиционно на нашем портале в специальной статье. Также по традиции я попрошу тебя поставить лайк этому видео, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всё сделал? Тогда до встречи в бою, командир! Субтитры создавал DimaTorzok